Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Тарасов, я трейдер. И в этом видео хочу с вами разобрать одну из своих сделок по компании C3 с тикером A, по которой у меня получилось заработать в районе 2,5 тысячи долларов буквально за пару дней. Чем я руководствовался, на что обращал внимание и что меня привлекло в этой компании на момент открытия сделки. И если мы с вами по технике посмотрим, то ключевой уровень на момент пробоя был в районе 33 долларов. По компании, кстати, компания занимается разработкой корпоративного обеспечения для искусственного интеллекта. Это как раз тот момент, когда до этого отчитывалась компания NVIDIA, и вот этот весь шум и взрывной рост вот этой компании NVIDIA связаны с искусственным интеллектом. По компании отчетность выходила 31 мая в ночь, сразу после закрытия основной торговой сессии 30 числа. И если мы с вами посмотрим дневной таймфрейм, то есть это вот этот шип, достаточно импульсное движение, которое пошло сразу с пробоем с гэпа после открытия, и мы видим то, что на момент закрытия основной торговой сессии цену не выкупали, преобладала сила со стороны покупателей. И если мы посмотрим, то на момент гэпа делался скрин исторической волатильности по отношению к подразумеваемой, и она составляла в районе 183%. На момент закрытия 30-го числа подразумеваемая волатильность была в районе 240%. То есть временная стоимость опциона была достаточно высокой, и срок экспирации по контракту был буквально 2-3 дня, по-моему. На момент открытия следующего торгового дня отчетность вышла по компании хорошая, но эту отчетность уже заложили вот в этот рост, вот в этот гэп, который был. И сразу на премаркете до открытия основной торговой сессии на следующий день уже прослеживалась слабость в рынке, и то, что рынок не так и не продолжает ростом реагировать, а уже слабо реагирует на эту отчетность. Если мы с вами по технике посмотрим, то лонговый диапазон, куда цена с большей вероятностью максимально может дорасти, это в районе 50%. Такой среднесрочный диапазон, это в районе 50%. И ставка была именно на то, что за 2 дня был продан непокрытый июньский кол, ставкой на то, что до, получается, вот с 31-го числа, и если мы с вами посмотрим, то буквально там 2 дня, буквально 2 дня, ставка на то, что до экспирации, до 2-го июня, цена будет находиться ниже 50 долларов. На момент открытия основной торговой сессии, закрытие, вернее, 30-го числа, стоимость одного опционного контракта составляла в районе 5-50 долларов. Напомню, что в один опционный контракт входит 100 акций. И на момент открытия сразу и внутренняя стоимость, и опционный контракт сразу начал дешеветь. Под эту идею сразу открывался непокрытый, продавался непокрытый кол с 50-м страйком в расчете на то, что к моменту экспирации 2-го июня цена не будет выше 50 долларов. Средняя получилась в районе 3-50 долларов, в районе 3,5 доллара за один опционный контракт. 7 опционных контрактов было открыто, что принесло по итогу в районе 2400 долларов. Что меня привлекло в этой компании? Что отчетность прошла, рынок отреагировал уже не так сильно и не с таким энтузиазмом, который был до. Мы все знаем, что рынок живет ожиданиями, и соответственно на момент отчета эти ожидания рынка уже иссякли. И меня, конечно же, привлекла та подразумеваемая волатильность, которая была связана и с искусственным интеллектом, и спросом на эту компанию. И, конечно же, вероятность того, что цена выполнит диапазон за пару дней, была, конечно, ничтожно мала, что и привлекло набирать непокрытые колы с 50-м страйком. Вот под эту идею я присоединялся к этой компании. И вот на текущий момент, если мы с вами даже посмотрим, на текущий момент диапазон также все не выполнен. Цена торгуется в районе, вернулась в тест, закрыла гэп, по которой у него был, вернулась в тест зоны 32-33, оттестировала его, и сейчас все равно продолжает торговаться в районе своего, такого среднесрочного лонгового диапазона. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравился формат разбора моих сделок, тех сделок, которые я публикую у себя в Телеграм-канале, то обязательно дайте обратную связь, напишите, как вам разборы таких сделок, и буду чаще записывать разборы со скринами своих сделок, то, что я совершаю в течение недели, и те торговые идеи, которые я присылаю и публикую у себя в Телеграм-канал. Друзья, кто не подписан в Телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Ссылка будет сразу под описанием видео, и в шапке профиля можете тоже посмотреть. Все, на этом всем спасибо, дорогие друзья, спасибо за внимание. Обязательно оставьте обратную связь, и до встречи на финансовых рынках. Увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok